Посмотрим, что нам сейчас расскажет этот баран. Дизлайк. С чем сталкивается покупатель, первый раз придя на рынок? Тебе вместо баранины продали козлятину. Вот такой плов будет. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодняшнее видео о том, как правильно выбрать баранину на базаре, чтобы вас не обманули. Это видео будет интересно в первую очередь для тех людей, которые любят смотреть веселые и красивые видео популярных блогеров о том, как они готовят интересные блюда среднеазиатской кухни. У этих блюд такие волнующие названия. Узбекский плов, парчабазбаш, думляма, люля-кебаб, машхурда и очень много разных других. И когда они посмотрят эти видео, они хотят купить кусочек баранинки на базаре. А как его купить, они не знают. Поэтому сейчас я расскажу, что нужно делать, чтобы вы выбрали самый лучший кусочек мяса на базаре. Также это видео будет интересно тем людям, которые считают себя уже достаточно хорошими мастерами в выборе баранины. Они с ней давно работают и знают полностью все нюансы. Эти люди скажут, ну-ну, посмотрим, что нам сейчас расскажет этот баран. Я сразу же хочу поставить ему дизлайк, потому что это вообще какой-то непонятно кто, чему он нас научит. Друзья, я рассказываю о том, как выбирать баранину в первый раз в жизни. Тот, кто выбирает ее второй и третий раз, он уже знает некоторые тонкости и секреты. И, конечно, это видео вызовет у него просто легкую улыбку. Баранинка, баранинка свежая, девушка, баранинку выбираем, подходите. Что вы ищете? Примерно так зазывают вас продавцы, когда вы приходите на мясной ряд, где продают баранинку. Я специально сегодня раздел баранину так, как ее разделают продавцы. Потому что это сделано для того, чтобы кусочки выглядели красиво и абсолютно не было никаких остатков, косточек, жилочек, которые потом никто не захочет покупать. Баранину для продажи делят вот так. Отрезали заднюю ногу, она вот так выглядит. Сразу хочу сказать, что когда я хожу на рынок или на базар, вот таких задних ног я еще не видел ни разу. Баранинка, который был с этими задними ногами, весил 38 килограмм. Даже бывалые продавцы говорят, таких баранов они видели последний раз много лет назад. Самые популярные тушки барашка в чистом весе, это от 14 до 16 килограмм. Больше очень сложно найти. Поэтому вот таких красивых ножек, конечно же, вы не увидите. Это касается именно средней полосы России, центра России и Украины. Если мы говорим о Средней Азии, там, конечно, совершенно другие условия. И такие крупные барашки там все доводятся. Вот это задняя нога. Но здесь я уже отрезал кусок кости из таза. Вот. Потому что все-таки я не хочу портить блюдо и не стал ее пилить или рубить. Но когда вы покупаете заднюю ножку, то она будет идти вот с таким куском таза. Следующая, это лопатка. Обычная лопатка, вот такая маленькая, потому что это лопатка с большого животного. Тоже прекрасная часть тела. Они так и выложены на прилавке. Это грудинка. Именно разрубы такие, как я видел у нас на рынке. Это, конечно же, королевская часть. Это седло барашка. Так как у барашка две ноги и две руки, но седло всего одно. И оно очень быстро продается. Это мощная шея. Ребрышки. И брюшинка. Итак, с чем сталкивается покупатель, первый раз придя на рынок? Он уже заранее знает, что он будет готовить и какая часть тушки ему нужна. Но придя на рынок, он говорит, я хочу купить лопатку. А лопатки как раз у продавца нет. Он сегодня один и у него есть все, кроме лопатки. А тебе для чего, дорогой? Плов хочу сделать. Слушай, возьми заднюю ногу, возьми ребрышка. Вот такой плов будет. Друзья, я хочу вам открыть секрет. Продавец это обычный реализатор. Все, что он умеет делать, это очень хорошо продавать мясо. Он никогда, почти никогда не готовил те блюда, какие вы будете готовить сами. Поэтому он вам может посоветовать так же, как и вы. Он в этом очень мало разбирается. Мясник, который рубит мясо, он тоже никогда не готовит это мясо в тех рецептах, какие вы хотите приготовить. Его задача правильно и красиво разрубить мясо. А человек, который выращивает много овец и у него их покупают оптом, он, к сожалению, на базаре не стоит. Поэтому вы можете просто с улыбкой слушать все советы продавцов. Продавец это не повар, продавец это не мясник, продавец это человек, задача которого продать вам хоть что-нибудь, чтобы вы купили у него. Потому что мясо скоро портящийся продукт и его нужно продать сегодня. Если вы решили купить какой-то кусочек, именно этот кусочек и ищите. Если вы просто пришли на базар и сказали, я хочу узнать, что же такое баранина. Вам могут продать все, что угодно, но если вы никогда не готовили баранину, вас может ожидать большое разочарование. Потому что в зависимости от того, какой кусочек вы купите, нужно конкретно знать его особенности. Из-за того, что, как я уже говорил, у барашка две ноги и две руки, а седло одно, то оно почти всегда до прилавка и не доходит. Его покупают или постоянные покупатели, или оно уходит по заказу в какие-то кафе и рестораны. Но вы говорите, я хочу попробовать седло барашка. Дорогой, зачем седло? Смотри, какой ошеечек. Дело в том, что слово ошеек, оно настолько сладенькое, настолько мягенькое, потому что мы привыкли, что самый лучший шашлык из свиного ошейка. И это правда. Только у свиньи шейка очень нежная и мягкая. У быка она очень жесткая и грубая. У барашка не такая жесткая, как у быка, но не такая мягкая, как у свинки. Поэтому никогда не идите на то, что вам рассказывают, а шеечек очень сладкий, очень мягенький, вот такой будет шашлык, вот такие будут стейки. Нет. Еще продавцы, какие немного хитрят, берут и вот эту шейку, рубят поперек позвонков для того, чтобы получились такие красивые на срезе, как медальончики внутри косточка, а сверху мяско. И человек, который абсолютно не разбирается в мясе барашка, может представить, что все-таки это и есть седло. Продавец, который не самый лучший, он не всегда заботится о том, чтобы вы пришли к нему еще раз. Этот видеоролик называется «Как правильно покупать баранину на базаре, чтобы вас не обманули». Уважаемые продавцы, я абсолютно уверен, что никто из вас никогда не обманывает покупателей. Поэтому я просто показываю будущим покупателям мяса барашка, как правильно нужно покупать мясо барашка на базаре. Обычно говорят «Выбирай не мясо, выбирай мясника». Потому что, потому как мясо разделано мясником, можно сделать вывод, насколько он чистоплотный, умелый мясник и как он хорошенечко разделывает тушу. Дело в том, что иногда мы можем видеть, когда на мясе, особенно когда его рубят, остаются следы от картона. Потому что кладут картонку на колоду, на которой рубят мясо, и потом рубят, и эти кусочки колоды остаются на мясе. Но это больше относится к телятине, к говядине или к свинине, потому что нормального барашка можно и нужно разделывать только ножом. Друзья, то, что я сейчас скажу, возможно, вам совсем не понравится. Но, мое личное мнение такое, продавец – это самый обычный реализатор. Его познание в мясе, в любом мясе, если он продает баранину, говядину или свинину, абсолютно никакие. Потому что его задача продавать все. Никакие советы о том, какая часть для чего нужна, не стоит слушать. Нужно слушать тех людей, которые именно готовят из этих частей. Это лично мое мнение. Очень популярная байка, когда люди говорят, я купил баранину, приготовил самый лучший кусочек, а она оказалась жесткая. А ему в ответ, дорогой, да тебе вместо баранины продали козлятину. Друзья, возможно, когда-то это и было. В те времена, когда под видом кролика продавали кошечку, а под видом барашка продавали какого-то украденного козлика. Но сейчас, если мы говорим, что люди занимаются выращиванием овец, то они продают овец. Если они занимаются выращиванием коз, они продают коз. Коз обычно выращивают для молока, потому что мяса у них совсем не так много, как барашки. А барашек очень быстро растет и его выгоднее продавать. Поэтому эти все интересные анекдоты, что кому-то на базаре подсунули кусок козлятины или козочки, они абсолютно беспочвенны. И у кого есть козлятинка, он будет гордиться тем, что он продает козлятину и никогда не скажет, что это баранина. Теперь по внешнему виду мяса. Этот барашек, судя по ребрышкам, имеет возраст 2 года. Но мяско у него абсолютно розовое. Я вам сейчас покажу какой-нибудь кусочек. Вот, так прекрасно видно. Мяско розовое, не темно-бордовое, не темно-красное, а именно розовое. Это нормальный цвет мяса животного, которое вкусное и мягкое. Очень редко попадаются какие-то старые-старые особи барашков, у которых мясо темное-темное, насыщенное. Но, кроме этого, у них вот этот весь жир очень темно-желтый. Это старые барашки и их очень редко продают. Поэтому шанс, что вы купите какой-то кусочек старой баранины, очень маленький. Баранина всегда приятно пахнет. Есть еще очень распространенная штука, которая завлекает покупателей. Мы пришли к какому-то продавцу, нам нравится весь его товар, и мы говорим, «Почем у тебя вот такая прекрасная лопатка?» Понюхали, прекрасно пахнет, все с ней замечательно. А продавец говорит, «Вслучай, дорогой, не бери это, возьми лучше это». «А почему? Это задняя нога, мне нужна лопатка». «Сегодня лопатку не бери, возьми лучше ногу». И мы понимаем, что продавец делает нам очень хорошее дело. Он не продает товар, который немножко залежался. Он нас слишком сильно уважает и продает нам очень качественную вещь. И мы гордые тем, что какой порядочный продавец, покупаем то, что нам предложил, и уходим с очень довольным видом. Но никто не задавал себе вопрос, почему кусок мяса у продавца, который он не советует абсолютно постороннему покупателю, лежит на прилавке. И если он вас не знает и вам посоветовал взять что-то другое, то кому же он продаст кусочек, который уже не первой свежести? Тогда же он испортит свою репутацию. Это просто уловка. Все кусочки мяса у продавца хорошие. Просто для того, чтобы выставить какие-то доверительные отношения, он вам иногда будет говорить «Это не бери, а это бери». Это обычная уловка, вы должны это понимать. Если товар плохой, а продавец хороший, он просто его не выкладывает, он его пустит на фарш, это уже будет не самый лучший продавец, или просто не допустит, чтобы у него товар заряжался. Еще большой плюс в пользу баранины, то что тушки у нее 20-30 килограмм. И такую тушку очень легко и просто продать за один торговый день. Если мы говорим о свинине, у нее 150-200 килограмм, у быка еще больше. Поэтому такое мясо можно продавать 3-4 дня, а то и неделю. И, конечно, к концу реализации какие-то кусочки уже будут действительно не первой свежести. У барашка совершенно другая история. Барашек весь продается за один день. И даже если сегодня что-то не успели продать, вам завтра предложат лопатку сегодняшнего убоя, ну, образно говоря, и вчерашнего. И это уже будет немножко дешевле. Поэтому всегда, я предполагаю, что барашек, когда вы будете его покупать, всегда будет самый свежий. Вот это ребрышко барашка, а вот это диафрагма. Обычно, когда я показывал, как разделать барашка, я сразу срезаю диафрагму и срезаю брюшину. Но если мы срежем вот эту диафрагму, то кто ее купит, никто, она будет стоить полкопереки. А так она будет уходить по цене ребрышка. То же касается и костей таза. И баранья задняя нога, и лопатка идут по одной и той же цене. А вот эта, это просто косточка. Она в 3-4 раза дешевле. Но, из-за того, что барашка разделывает умело для продажи, то вот эта костяка делится пополам и идет по цене задней ноги. Это одна из уловок продавцов. А вот это спинка. Вот такой мощный кусок позвоночника. И, конечно же, филе. Это очень хорошая часть, но она абсолютно несравнима с седлом барашка. Если человек не разбирается, а продавец не самый добродушный, он вам, конечно же, скажет, это еще вкуснее, чем седло. Да, это вкусно, смотря по какой цене. Поэтому седло, самая дорогая часть, это уже будет подешевле. А что вам купить, делайте выводить. А вот и волшебные потрошка. Это почки. Они именно так и продаются. Их никто не защищает. Потому что, как только мы снимем оболочку с почек, они начнут обветриваться. А эта оболочка предохраняет их от обветривания. И, конечно, хоть немножко она добавляет вес. Вот эти все обрезки жира, жилки тоже остаются. Потому что, хоть немножко, но вес будет. Печеночка барашка, вот такая маленькая. Но, смотрите, у хорошего молодого барашка, она вот светленькая, красивенькая. Если барашек или болел, или уже был старенький, она у него будет потемнее. Продается отдельно. Селезенку никто не продает. Ну, я ее беру. А сердце и легкие всегда идут одним пакетом. Потому что сердечко очень вкусное, а легкое это легкое. Если мы продадим сердечко, легкое у нас купят по цене полкопейки. А вместе это уже хороший комплект и стоит денежек. Брюшину продают отдельно. Это самая малоценная часть из барашка. Если знать, что из нее приготовить, будет очень вкусно. А вот это грудинка. Вот такая королевская грудинка. Все части барашка, по крайней мере на наших рынках, идут по одной и той же цене. Ребрышка чуть дешевле, ноги по одной цене. Грудинка как ребрышка. Шейка на полкопеечки чуть дешевле. Но, это не шейка, это шеище. Потому что, те шейки у барашков, какие весят 14-15 килограмм, у них вот такой малюсенький диаметр и вот такой длины. Итак, как же все-таки купить мясо барашка, чтобы нас на базаре не обманули? Друзья, если вы будете идти с четким убеждением, то вас никто не сможет обмануть, вас никто обманывать и не будет. Потому что, вы приходите на базар, находите места, где продают барашков или овечек, и смотрите. Смотрите на мясо, какое оно обветренное или свеженькое. Смотрите на цену. И, конечно же, смотрим в лицо продавцу. И выбираем и мясо, и продавца, чтобы вам было симпатично общаться с тем продавцом, у какого есть мяско, какое вам понравилось. И это самый главный залог успеха, чтобы вы купили хорошее, качественное мяско, получили удовольствие от покупки и пришли домой готовить с великолепным настроением. Потому что это самое важное. Чтобы вы не шли и думали, меня, наверное, обманули. Или кошку продали, или мясо несвежее. Нет, все будет хорошо. Вам продадут именно то, что вам нужно. А что именно можно приготовить из вот этих всех вкусных кусочков баранинки, вы можете посмотреть в видео. Ссылочка вот здесь вверху. Здесь есть очень много видео о том, какая часть барашка для чего предназначена. И, конечно же, мои персональные рецепты, как я это все готовлю. Как определить возраст барашка? Самый простой способ, это, конечно же, по зубам. Но головы барашков продают. Но это уже отдельная история. А второй легкий способ, это по ребрам. Мы смотрим на реберную ленту и на толщину самого ребра. Если барашка очень молоденькая, то у нее ребрышки будут почти как хрящики. Вот здесь ребра уже в самой широкой части почти как полтора моих указательных пальцев. Но косточки все равно достаточно мягкие. То есть, это не старое животное. А те барашки, каких я обычно вижу на рынке, у них очень тонкие вот такие полосочки. Ну, буквально от полсантиметра до сантиметра. Это, конечно же, самый малоненький барашек. Мясо у него очень нежное, но не такое вкусное и ароматное, как у более крупных особей. Для того, чтобы вы примерно ориентировались в размерах барашков, я взвесил заднюю ножку и переднюю ножку барашка. Задняя нога моего барашка весит 4 килограмма без тазовой косточки. А передняя ножка или лопатка весит 4200. Поэтому, когда вы приходите на рынок, вы смотрите, что вот эти лопатки, они будут в два раза меньше. 1,8 кг, 2,200 кг, 2,300 кг. Это будут молоденькие барашки. У них больше косточек, чем мяско. Вот почему я люблю именно большие туши. Они попадаются достаточно редко, но маленьких барашков я брал. У них одни косточки. У них мяско молоденькое, но все равно там много пленочек, а мяско мало. И поэтому лучше покупать крупных барашков. Седло барашка из моего барашка весит ровно 2 килограмма. Вот такая реберная лента весит 2,5 килограмма. Шея барашка 3,600 кг. Обычно шейка весит 1,3 кг. Друзья, если вам понравилось мое видео, пишите в комментариях все, что вы думаете. Ставьте лайки. Вот такие громадные, жирные лайки ставьте, потому что я старался рассказать все, что я знаю о баранине, для того, чтобы люди, которые хотят в первый раз купить барашка, вы получили удовольствие от покупки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, друзья, кухня – это самое спокойное место. Баранинка. Девушка, баранинку подходим, выбираем. Баранинку. Что вы ищете, девушка? Да седло ищу. О, седло только забрали. Зачем тебе седло? Посмотри, какие ребра хорошие. Глянь, какие молоденькие. Посмотри. Сколько мяса. Глянь, какая мясная часть. Ммм. Класс. Ну, давайте. Отлично. Продолжение следует.